Плод вырос уже до 5 мм. Его сердце совершает от 140 до 150 ударов в минуту, то есть оно почти бьется в два раза чаще, чем ваше. Форма тела вашего будущего ребенка уже напоминает человеческую, и можно различить, где будут конечности. Голова все еще не пропорционально большая, но на ней уже обозначились места, где позднее будут формироваться глаза, рот и уши. Плацента быстро развивается. Образовался околоплодный мешок, в котором ребенок будет находиться до самого рождения. Вам конечно же интересно узнать, что у плода начинают формироваться мышцы, и скоро он начнет совершать первые движения. Но вы какое-то время еще не сможете их чувствовать. По утрам после сна вы можете испытывать тошноту. Ваше восприятие вкуса и запаха может измениться. Растущая матка давит на мочевой пузырь, и вам приходится чаще ходить в туалет. Однако наибольшее изменение претерпевает ваша грудь. Она стала более чувствительной, болезненной и тяжелой. Сальные железы грудных сосков могут прощупываться или даже стать видимыми. На осмотре врача видно, что шейка матки приобрела синеватый оттенок. Даже если внешне ваше тело совсем не изменилось, уровень соответствующего гормона в урине уже достаточно высок, чтобы домашний тест дал положительный результат. Если вы испытываете тошноту, попробуйте съесть что-нибудь сухое, например, печенье или сухарик. Пусть что-нибудь подобное всегда будет у вас под рукой. Некоторым женщинам от тошноты помогает имбирь. Попробуйте разные варианты. Только так вы узнаете, что подходит именно вам. И не забывайте, что вам следует потреблять достаточное количество жидкости. На начальной стадии беременности у вас еще могут быть незначительные кровяные выделения. Однако в некоторых случаях это может быть также признаком прерывания беременности. Если у вас возникнут сомнения, позвоните акушерке или гинекологу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok